Константин Сердюк За 10 лет моей работы в отрасе бильярдного образования через меня прошло около 500 учеников и 500 спортсменов. И 90% этих людей на вопрос, сложен ли бильярд, отвечали, что очень сложен. И сейчас я докажу вам, что бильярд это легко. Меня очень часто расспрашивают, какова история бильярда. Итак, обо всем по порядку. В сети и литературе иногда проскакивают версии о происхождении бильярда из Египта, Индии или Китая. Но так как на этот счет ни одного внятного исторического доказательства, отнесем подобную информацию к разряду домыслов и предположений. А достоверные исторические источники, которым можно доверять, указывают на то, что бильярд, как явление, впервые был зафиксирован историками средних веков Европы. Первые полноценные, в современном понимании, бильярдные столы начали производить во Франции в 15 веке. Эти столы, обратите внимание, уже имели в качестве основания каменную плиту и обтягивались сукном. В 15 веке историки описывали популяризацию бильярда и распространение его на территории средневековой Англии. Появление бильярда в наших широтах связано с частными путешествиями Петра Первого в Голландию в 17 веке, откуда Петр Первый и привез это явление в наши страны. В 18 и начале 19 века бильярд становится очень популярным развлечением знати дворян. Даже в мемуарах великого поэта Александра Сергеевича Пушкина можно встретить теплые слова о время провождения за бильярдным столов с кием в руках долгими зимними вечерами. Именно в 19 веке бильярд становится популярным настолько, что исключительно аристократическая и дорогая игра до этого спускается до уровня купцов и простолюдинок. Вообще можно сказать так, что вся история развития европейского бильярда делится на два этапа. До 1807 года и после. Так что же такого знаменателя произошло в 1807 году? А вот что. Именно в этом году была изобретена кожаная наклейка на бильярдный кий, которая подытожила эру примитивных ударов и открыла принципиально новую эру винтов, или как еще и называют ударов с приданием дополнительного вращения шара. Официальным изобретателем в наклейке считается француз Франсуа Менго по прозвищу Минго. А также мир бильярда благодарен французу Франсуа Менго за книгу, написанную в 1827 году, в которой он описал 40 бильярдных ударов. Второй человек, неоценимо повлиявший на развитие бильярда, это, конечно же, Анатолий Иванович Лемон. Московский врач, всесторонне развитая личность, он, будучи еще и страстным любителем бильярда, написал культовую книгу «Теория бильярдной игры». В этой книге Лемон вывел бильярд как явление, как игру на принципиально новый уровень. Он затронул такие темы, как психология бильярда, физические аспекты, влияющие на выполнение ударов, различные сценарии игры, различные комбинации постановки задачи и средств реализации ее. Поклонники бильярда во всем мире благодарны Лемону за то, из стереотипа «Бильярд – это забава во время провождения» он возвел игру в рамках таких понятий, как искусство, спорт и философия. В 1967 году была сформирована первая сборная Советского Союза, возглавил ее Гиви Амфимиадин, человек, живущий в Ростове-на-Дону, это бывший футболист известный. И со времен проведения этого чемпионата начали открываться федерации на то время бильярдного спорта. В Харькове федерацию бильярдного спорта возглавил певоваров Владимир Борисович, который в 2002 году провел первый чемпионат Украины по бильярду. Если подытожить, то хочется отметить, что в наши времена бильярд как массовое хобби переживает максимальный всплеск интереса со стороны общества. К счастью, появляется все больше бильярдных клубов с достаточно высоким уровнем интерьеров и бильярдного оборудования. А всемирная сеть интернет, конечно же, вносит свой вклад в популяризацию бильярда. Если вы еще не пробовали на YouTube смотреть видео по запросам вроде «Поломать лучшие удары», то мы вам настоятельно рекомендуем попробовать это сделать. Красота! И оторваться от просмотра практически невозможно. И самое главное, стали вполне доступными уроки бильярда в Харькове. Так что, милости просим всех неразонадушных к бильярду, приходите, покажем, расскажем и дадим попробовать. Итак, а сейчас я хочу рассказать вам об актуальности возможности развития бильярда в Украине, а также о полезности данного вида спорта. За последние пять лет у детей, подростков и взрослых растет интерес к такому виду спорта, как бильярд. А за последние десять лет в Харьковской области открылось около тысячи клубов для игры на бильярде. Но даже при таком активном ежегодном приросте интереса к этой чудной игре, очень мало внимания уделяется созданию учебно-тренировочных занятий для школьников. В таких видах бильярдной игры, как пирамида, пул, снукер и карамболь. На 2015 год в Украине от занятий физкультурой освобождены около 60% учащихся. Но до сих пор в нашем государстве отсутствуют программы физической подготовки для детей, которые находятся в спецгруппах. Так как занятия бильярдом редко являются общедоступным для детей и их родителей из-за дороги везни материальной базы. Так что же такое бильярд? Это интеллектуально требующее высокого развития координационных качеств вид спорта. При этом исследования многих врачей доказывают, что занятия на бильярде оказывают умеренную нагрузку на нервную, сердечно-сосудистую и респираторную системы. Поэтому хочу обратить ваше внимание, что именно эти жизненно важные системы организма в последнее время дают сбой в развитии нашего будущего поколения. Бильярд – это игра, которая является альтернативой к компьютерным играм, что является на данный момент глобальной проблемой. Бильярд развивает правильную осанку, является гимнастикой для глаз, гимнастикой для спины и гимнастикой для тазобедренного сустава. Бильярд также способствует развитию концентрации, внимания, терпения и выдержки характера. Эти исследования позволяют использовать бильярд как оптимальный вид спорта для школьников, которым медицина разрешает физическую нагрузку, так и для тех спецгрупп, которые освобождены от занятий физкультурой. Также хочу обратить ваше внимание на следующие доказательства того, что опрос, который проводился нами в 2014 году, указал на то, что из 8000 опрошенных школьников, 43% детей отдали предпочтение тому, что хотят правильно научиться играть в бильярд. А всеми наш любимый канал Евроспорт выделяет на просмотр соревнований такой разновидности бильярда, как снукер, в 500 часов в год, что на 150 часов больше, чем другой вид спорта. А также для справки, на 2014 год в мире в такую разновидность, как снукер, зарегистрировано 517 миллионов человек. И ежегодно в этот вид спорта прибавляется еще 10 миллионов человек, особенно в таких странах, как Индия и Китай. Такую разновидность, как пул, играет в мире 257 миллионов человек. И французскую разновидность карамболь, и нами родную игру пирамида, играет 8 миллионов человек. Поэтому я считаю, что в 2017 году есть все шансы переступить отметку 1 миллиард играющих человек. Хотя по некоторым источникам такая отметка давным-давно уже пройдена. На 2016 год в городе Харькове мы разработаем план развития бильярдного спорта. Во-первых, очень насыщенный календарь турнира. Во-вторых, все спортсмены города теперь разделены на категории по уровням и по возрасту. В-третьих, Федерация спортивного бильярда Украины в Харькове и Харьковской области стала развивать теперь три направления бильярда. Это пул, пирамида и снофер. И в каждом из этих направлений открыты такие лиги, как аматоры, любители, эксперты, профи и маэстро, сеньоры и ветераны, девушки и женщины, а также дети, где открыта возрастная категория от 4 до 6 лет, от 6 до 9, от 9 до 11 лет, юниоры от 11 до 16 лет и юноши от 16 до 18 лет. А в 2017 году с помощью Городского департамента по делам семьи, молодежи и спорта будет открыта Школьная лига спортивного бильярда, где ученики младшей школы от 6 до 11 лет могут посоревноваться в такой разновидности бильярда, как пул, а дети старшей школы от 11 до 18 лет будут соревноваться по такой разновидности, как пирамида. И самое главное, стали вполне доступны уроки бильярда в Харькове, так что милости просим всех нераздущих к бильярду, приходите, покажем, расскажем и дадим попробовать. Формат проведения соревнований по спортивному бильярду для учащихся общеобразовательных школ. Чемпионат будет проходить по двум разновидностям бильярда. Пул – американская разновидность для детей от 6 до 11 лет. Пирамида – украинская разновидность бильярда для детей от 12 до 18 лет. Каждая общеобразовательная школа, которая принимает участие в проекте Школьная лига, выставляет трех детей для разновидности пул и трех детей для разновидности пирамида. Учитель физкультуры проводит набор всех желающих, участвуя в данных соревнованиях, и направляет их на предварительную подготовку, тренировочную базу по следующим адресам. Учебный зал в клубе «Олимп» по адресу город Харьков, улица Ахсарова, 21. Учебный зал в клубе «Аргус» по адресу город Харьков, переулок Мясной, 1. Учебный зал в клубе «Охота» по адресу город Харьков, улица Рыбалка, 56. Учебный зал в клубе «Морис» по адресу город Харьков, проспект Юбилейный, 45Б. Это залы Федерации спортивного бильярда Украины в Харькове, где тренеры спортивного бильярда проведут подготовку и отбор в сборную каждой школы. Отбор проходит с 28 ноября 2016 года по 3 февраля 2017 года с понедельника по пятницу с 16.00 до 19.00 ежедневно по предварительной записи по телефону 068-737-6337. Сроки и место проведения школьной лиги по спортивному бильярду. Соревнования проводятся в два этапа. Предварительная часть и основная сетка. Предварительная часть проходит по групповой системе игр до 1.4. Основная сетка по олимпийской системе при участии восьми команд. Матч за третье место не проводится. Оба участника занимают третью позицию в итоговом протоколе. Предварительная часть – матчи до двух выигранных партий. Основная сетка – матчи до трех выигранных партий. Продолжение следует...